Добрый день! Привет всем со склонов Алайской долины Я сейчас нахожусь недалеко от базового лагеря Ачекташ Рядом с пиком Ленина За моей спиной пик Ленина Замечательный пейзаж Граница Кыргызстана и Таджикистана Высота около 3,5 километров Хотя сейчас 24 июля Как вы видите я сижу в кофточке И одновременно в защитных очках То есть мне одновременно и слегка прохладно И одновременно солнце прожигает насквозь Такое парадоксальное место горы В таком парадоксальном месте я сейчас нахожусь В прекрасном и парадоксальном И я сейчас хочу вам рассказать о налобном фонарике О налобном фонаре модели Airgate Вот он сейчас у меня в руке Налобный фонарь Небольшой С двумя светодиодами Сначала о крепеже То есть налобный фонарь крепится на голову Регулируемый размер Почему я выбрал такую яркую расцветку Потому что я боюсь потерять этот фонарь где-нибудь На снегу, на земле, на скалах Мне не нужна темная защитная раскраска Потому что я не собираюсь на войну Сейчас меня интересует именно яркая, заметная расцветка Итак, модель Airgate Современный налобный фонарь Два светодиода А, режимов три То есть режим выключенный вот сейчас Режим включенный один светодиод яркий Производитель нам обещает, что Что нам обещает производитель Что этот фонарь При таком свете Ну сейчас яркое солнце, поэтому Невозможно оценить Правда это или нет Но производитель обещает дальность до 100 метров При таком При использовании вот этого режима С этим светодиодом Это достаточно мощный светодиод Даже сквозь очки он меня пробивает Невозможно смотреть Хотя очки у меня с фактором защиты 3 И второй режим Это переключение между режимами Вот как происходит Нажимаете один раз Загорается мощность светодиода Который бьет до 100 метров Узким направленным лучом Второй раз нажимаете Гаснет Снова нажимаете Включается режим При котором используется Менее мощный светодиод И Установлен рассеиватель Освещение Рассеиватель Света Этот Пучок света Не такой Узкий Мощный Он более Этот режим дает Более рассеянный свет До 35 метров В чем разница между этими Режимами Кроме того что Разное количество Мощности Разное количество Разные пучки При Режиме Узкого Мощного Источника Света Использование Мощного светодиода Комплекта Трех мизинчиковых батареек Здесь используется Три мизинчиковые батарейки ААА Комплекта Хватает на 5,5 часов Непрерывной работы В принципе Этого достаточно Для Каких-то Точных Работ Либо Работы В каком-то Особо темном месте Когда Нужно Очень мощное освещение Я допустим Не использую этот режим Практически никогда Я Альпинист Хожу в горы Я использую режим Когда Требуется Рассеянное освещение Дальностью 35 метров Не вполне Этого достаточно Я считаю Что Если вы где-то Находитесь в лесу Где Вам Преграждают Обзор Деревья Тоже не нужно Совершенно Там Узкого Узкого Мощного Пучка Света В горах Он Иногда Нужен На короткое время Его нужно Включить Но Основной Режим Режим Рассеянного освещения До 35 метров В этом Случае Хватает Комплекта Батареек На 80 часов Это очень Достойная Экономичность Я считаю Что Этого Достаточно То есть Что такое 80 часов Это если Фонарь использовать Только ночью В течении 8 часов Это 10 суток 10 дней 10 ночей Его можно Использовать То есть Я не знаю Вы Крайне редко Наверное Люди ходят Только ночью 8 часов И причем 10 дней подряд Только ночью Наверное Только спериологи Используют Такие мощные Ну Так долго Налобные фонари Но у них Немножко другая Специфика Это фонарь Все таки для Трейкинга Для повседневного Использования Возможен Для восхождения в горах Но в основном Это повседневное использование В простых походах Вообще Фонарь универсальный Достаточно Потому что все Не пробивает Даже Даже в режиме Рассеянного освещения Через Защитные очки Пробивает Итак Продолжим Про режим освещения Мы сказали Потом в конце Я еще раз вернусь Фонарик Используют Три батарейки Мизинчиковые ААА Очень плотно Достаточно Закрывается То есть Можно приложить Определенные усилия Открыть Батарейный отсек Вот Стандартная компоновка Трех Мизинчиковых батарей Ничего Ничего Новый производитель Не сделал Единственное Что хочется сказать Что защелка Достаточно Плотная Щелей Нет Видно Что Товар Сделан качественно Не на коленке Где-то в гараже Зазоров Нет Щелей Нет Защелка плотная Пластик такой добротный Знаете Сломать будет сложно Вес Наломника Тоже имеет значение Потому что Мы его носим На голове И Когда что-то лишнее На голове Тяжелое Комфортно Не добавляет Итак Вес пустого 62 грамма Вес батареек 36 граммов Итого Получается Общий вес фонаря 98 грамм Ну Поставим 2 грамма На погрешность 100 грамм 100 грамм Снаряженный фонарик Очень достойный вес Незаметный Я считаю Отличное Соотношение Мощности Веса И качества Так Использовать От плюс 60 До минус 30 Ну тут я думаю Производитель Перестраховался Дело в том Что С этим фонариком Сейчас 24 июля 19 июля Я поднимался На Вон туда На вершину Пика Ленина И именно Этот фонарь у меня был На голове Во время восхождения Там было Достаточно холодно И достаточно ветрено На все-таки Высота 7134 метра Это 7000 нет Фонарь достойно Выдержал За что ему Огромное Спасибо Так Ну Дальше Я считаю Что не имеет смысла Опираться на инструкцию Я еще раз повторюсь Что Есть Три режима Режим выключен сейчас Панель Режим мощного светодиода Который бьет До 100 метров Узким направленным лучом При этом Комплекса батареек Хватает на 5,5 часов Непрерывного использования Либо 80 часов Во втором режиме Когда Фонарик дает Рассеянный луч света До 35 метров дальности Это основной режим То есть Достаточно экономичный фонарь С яркой расцветкой Есть разная расцветка Я использую именно Что еще можно сказать Регулировка по Углу наклона есть У фонаря То есть Не обязательно следить Прямо вперед Как во лбу звезда горит Но можно направить его Под ноги Фиксаторы достаточно Плотненькие Фонарь Не болтается Люфтов нет Зазоров нет Все сделано На хорошем уровне Хорошего качества В комплекте к фонарю идет инструкция Там пластиковая коробочка И самое интересное В комплекте В фонарю идет Вот такой вот Кейс Что это за кейс Это кейс для батареек То есть Если вы Отправляетесь куда-то В длительную поездку Или В длительное путешествие Вы Как правило Берете с собой Комплект батарейки Батарейки у нас Почему-то продаются Часто По 2 или по 4 штуки Этот кейс Как раз для Трех батарейок То есть Этого комплекта Хватает для Замены То есть Один комплект Лежит внутри фонарика И второй комплект Лежит Батареек лежит в этом кейсе Прям как запасная обойма У пистолета В принципе У меня такая Ассоциация То есть кейс открываем Там лежит комплект Батарейки Тоже 3 штучки Удобно располагаются Почему нет Why not Они не валяются у вас Где-то в сумке В рюкзаке Не знаю В кармане Раскиданные Как правило Еще есть По закону подлости Или закону Мерфи Все что может случиться Обязательно случиться Одна потеряется И зачем тогда получается Нужны 2 новые батарейки Когда их нужно 3 А так В кейсе Они все вместе Плотненько лежат И Вполне удобный девайс Скажем так Дополнение К гаджету Еще и кейсу То есть В этом смысле Производитель Либо первый Либо один из первых Пошел по этому пути И дополнил Обычный налобный фонарик Дополнительным Инструментом Которые добавляют Безусловно удобства Что еще могу сказать Ну Фонарь прошел Ходовые испытания Ходовые испытания Проводились здесь В базовом лагере На пике Ленина Проводились они В национальном парке Таганай Где я ходил То есть В условиях Средней полосы В летнее время И В условиях экстрима Это превосхождение На пик линии То есть Фонарь выдержал Достойно Все Три Типа испытаний Постепенно Которые Усложнялись и усложнялись Начиналось все Со средней полосы России Поволжье Урал Лесная зона Национальный парк Потом Альпийская зона Это Базовый лагерь Подтикремление На высота 3,5 км И Экстремальные условия Восхождение На семитысячник Холод Мороз И ветер Все выдержало отлично Все на ура Я могу рекомендовать Этот фонарь Для путешественников Для любителей Активного отдыха Да И для всех людей Которые По каким-либо причинам Любят передвигаться В темноте Или вынуждены Передвигаться В темноте Спасибо большое за внимание Всем привет Спека Ленина Всем привет